Блин, ничего себе, у вас там электроники. Ну и что? Электроники. Подвинутые, дядя, да? Я говорю, Христос воскрес. Да, когда Он воскрес? Не было такого. Как не было? А куда же Он делся? Воскресенье празднуешь, но вчера воскресенье было. Вообще, с чего на воскресенье-то названо? Чё ты, мужик, совсем это, с просонок-то? Он не воскрес. Это самое главное торжество в мире. На надежды избавления от смерти, а Он не воскрес. А воскресенье откуда? Районы, города. Так это по-русски воскресенье, а по-немецки это звон так. Это день солнца. Ну правильно, ничего нет, это звон так. Сандай по-английски, ничего не изменится. Сандай, да, это день, когда... Понятно, понятно. Вчера было солнце. Почему так? Вчера не было солнца. Ничего нет. Внимательно слушайте, если не знаете. Так. Есть в Библии книга посередине, Псалтырь. В 83-й Псалом, 12-й стих написано. Господь мой есть солнце и щит. Солнцем назван сам Господь Бог, потому что насвящает всю жизнь человека. Вот эти... Так солнце – это звезда. Если вы учили астрологию... Нам не надо объяснять, я говорю, как названо. В Библии написано – звезда. И написано про звезду. Звезда утренняя и светлая. Господь называется в апокалипсисе. Как может называться звездой какое-то мифическое существо, которое придумали люди? Ну ладно, ладно. Считай так, считай. Умирать будешь, говорит, узнаешь тогда. И верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иван Галетяна 3.36. Достаточно. А вы в церкви работаете? Да меня что работают? Я пенсионер, 80 лет. Я работаю. Хватит, я отработал. Ух ты, блядь. У меня что, гитара даже не упала? Да так о Боге заговорили, что он мою гитару подвинул, походу. Видите, потому что я неверующий. Вот так нет. Видите, что если вам хочется... Вы были священником или что там? Вы знаете, Библию анализуюсь. Вы были священником? Я христианин православный. Брат у меня священник, родной брат. Я не священник, я чтец. Вы, если так... На нормальном языке это что значит? Вы ничего не выслушиваете, понимаете? У вас все как дырявый рот. Нельзя так? Слушай внимательно. Если хотите, дорогой человек, узнать больше о нас, откройте наш YouTube-канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это не просто канал. Это канал огромный. 15200 роликов. Наш. Вы делаете на YouTube видео или что? Ну, я ставлю. Мой канал. Ага, ваш канал окей. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А так сколько подписчиков на канале? Да там немного. Вы найдете 36 тысяч. А просмотров... 5 миллионов людей интересуются религией в нашем мире, да? Я не могу сказать людей. Просмотров там написано. Может быть, он один смотрел несколько раз. «Во свете Библии». Такого, я скажу, канала нету в мировой сети. Нету. Настолько она всесторонняя. Ну, конечно. Мы строим православную деревню. Мы единственные, которые это делают. А хотя 21 тысяча сел исчезли. Второе. Вот начинает говорить. В стране... Это Нургалеви, министр внутренних дел говорил. В стране до 3 миллионов беспризорных. А я вел занятия одновременно в 5 университетах. 3 радиопрограммы. И работаю в тюрьме еще, помогаю. Бесплатно все это. Все бесплатно. И я спрашиваю. Что вы сделали, чтобы этого не было? А что сделаешь? Мне Господь Бог позволил создать лагерь. Особый лагерь. В который я впитал самые лучшие из лагерей мира. И 45 лет я его начальник. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Это работа. Вот деревни погибают. Мы взяли землю. Зарегистрировали. Получили. Построили дороги. За свой счет. С 27 лет государство ни рубля не дало. И мы никогда не проклинаем правителей. Мы молимся за них. А кто работает в этих лагерях? Повторите, пожалуйста. Кто работает в этих лагерях? Что за люди находятся в этих лагерях? Которые вы создали. Нет. Лагерь один. Вы тогда не поняли маленько. Лагерь детский. Я создал. Детский лагерь? Детский лагерь. Для детей. Какая цель этого лагеря? Как? Какая цель этого лагеря? Какая цель ваша? Цель? Ну. Дети-то я же сказал вам. Впереди. Сослался на министра. До трех миллионов беспризорных детей. На лето отдыхать. Люди приезжают. У нас особо. Встаем рано. Они учатся работать. Они на лодках плавают. На лошадях ездят. Учатся даже доить коров. Едем ягоды собираем. Игры какие. А нас сняты фильмы. Если вы зайдете на наш сайт. Сайт. Это уже через гугл. Там во свете библии. Игнатий Лапкин. И вы увидите государственные фильмы. Она снята. И занявшая первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм. Первое место в России. Ну вы должны же понять. Что это на дороге не валяются такие. То есть вы известный человек. Я понимаю, да? Ну известный, неизвестный. Но вот мы проехали. Миссионерская поездка была. Из Барнавула до Владивостока. Я решил подарить 38 книг, которые вышли. В библиотеке мира. А потом до Лиссабона дошли. А потом прошли... Да почему? На машине. Я книги туда забросил как границы. И потом набирали. Да 38 у меня томов книг. В каждую библиотеку полный комплект 750 евро. Бесплатно. И мы прошли от Владивостока до Лиссабона. Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городов. И все заснято. Кто-то профинансировал? Как повторите? Профинансировал кто это? Господь. Бог дает нам. Только на одну дорогу у нас ушло 440 тысяч. Вот я молюсь. Незнакомые люди. А то вы едете туда. И при том я ни одной копейкой не воспользовался. Если мои на строю ездили. Они покупали мороженое. Я никогда не возьму в рот. Они покупают рыбу, чтобы сварить. Я не возьму. Это мой образ жизни. У меня ничего нет. Единственное, что сумели мне подарить. Вот этот телефон. Но я не звоню. Это для меня. Чтобы можно мне позвонить было. Подождите. У вас сейчас с ноутбука сидите или как? У вас есть ноутбук, значит? Или есть компьютер? Нет, у меня не ноутбук. У меня стационар. Экран большой. И процессор рядом стоит. Это мне купили. Значит, вы взяли в подарок. Купили. Подарок сделали. Правильно. Ага. Ну вот. Вы говорите, телефон маленький. Но вы сидите с большого компьютера. Да. Не сидите. Да, да. И дом, который... Вот я сижу в частный домик. Он один, может, на всю Россию такой. А почему? Когда я был освобожден из тюрем... А, то есть вы в тюрьме еще сидели? Я не один раз сидел за слово Божие. Пять тюрем прошел. И все это в интернете снято. И теперь... А можно я вас перебью? Можно коротко, почему вас в тюрьму посадили? Ну, почему? Потому что не спал. Мало спал. У меня на сон уходило два с половиной часа. И я, по милости Божией... Потому что люди не спят, и же не садят в тюрьму. Я сейчас... Это не конкретная причина. Вы перебиваете, я не могу ничего сказать. Так я не буду. Извините. Да-да-да, помолчите маленько. И то дело в том, что люди ничего не знают. Книг никаких нету. Это было в 80-м году. В 80-м. Мне 80 лет. И Господь дал мне возможность насчитать 50 книг. А я работал много. На трех работах. Я профессиональный строитель. Печи 40 лет делал. И купил 15 магнитофонов. Маяк 205. У меня... Я работал сторожем. Это 72 рубля было. А один магнитофон 320 рублей. Умножить на 15. Это... Тон студия была. И я начитал и размножил. 50 книг. Это златоуз Библия. Но, кроме этого, я насчитал еще первую в стране Архипелаг ГУЛАГ. И наполнил страну. И брал интервью репрессированных. У меня 4 тома стихотворения моих по 800 страниц. И одно стихотворение там... Архипелаг ГУЛАГ еще раз. Что значит насчитал? То есть вы его распечатали и раздали людям или что? Что-то я не совсем понял. Означение слова рассчитал, я не понял. По поводу Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Что там еще раз было? Его печатать нельзя было. Поэтому я его насчитал. Я знаю. Я знаю эту книгу. Вот. Это у меня получилось, кажется, 9... 9 кассет. Не кассета, а катушки. 375 метров. Измучание 8 часов 20 минут. И... Ну, раз у меня тон студия, она там... Скорость есть 19 сантиметров, а слушать на 4,7 сантиметра. И две дорожки в одном направлении, две в обратном. То есть, ну, работала студия. И люди приезжали. Я брал по стоимости чистой пленки. Если привозят, наполненную даю, чистую беру. Мне следствие показало. Я делал абсолютно бесплатно. А это стоило огромные деньги. Я фанатик. Экстремист. А, поэтому за это посадили, да? Да. За то, что вы занимались распространением. Эта статья была политическая. 190 прим. Ну, раз, ну... Но, я повторяю. Это второй раз я был судим... Судим был в 86-м. А в 87-м, 15-го марта, указ Президиума Верховного Совета. Освободить... Не освободить, а помиловать. Не реабилитация. Помиловать политзаключенных. 210 человек мы вышли. А реабилитация наступила только 4-го января 92-го года. Окей. Так скажите, какая цель ваша здесь? На земле. Что вы хотите нести людям здесь? Прославить Христа. Прославить Христа, который умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. Я в это верю, во все написанное. Этим живу. Ничего не имея, а... Так что? Вы плакаете на Христа в чат-рулетке, в интернете? В чат-рулетке я, можно сказать, не совсем обдуманно попал сюда. У меня верующий мой брат, он 17 лет парализованный лежал. Сергей Козлов из Воронежа. По вере, брат. И он перед смертью два ролика составил. А у него двигалось только одно плечевой сустав, и он иконописец был. Это чудо-человек какой был. И два ролика из чат-рулетки. Я посмотрел, да, Содом и Гамора. Разбрат здесь, анонизмом занимаются, совокупляются. Я тогда попросил, Господи, Господи, я говорю, Господи, дай мне талант спуститься в этот ад. Людям рассказать о Боге. Я здесь нахожусь уже, наверное, 89 дней, что ли. Где-то так вот. В смысле? Ну, здесь я каждый день... Вы ходите 89 дней с чат-рулетки? Да. Да. И у меня за это время составлено 450 роликов, бесед. Здесь, в роли, в чат-рулетке. Вы сейчас меня тоже записываете, да? Конечно. Вы можете зайти на наш YouTube и себя увидите. Даже сегодня. Допонятно. Ну, и чтобы вы поверили, я вам просто покажу. Ясно. Почему? У нас хороший разговор. Мы просим, чтобы никто не ругался. Я еще раз. Сейчас. Вы меня не переубедили. Я как я сказал. У меня цели такой нет. У меня цель засвидетельствовать. Я не агитатор. Я вот при Савке, когда вернулся, а у меня такой опыт по тюрьмам. Я пошел в местной тюрьме, это СИЗО называется, 17 дробь 1. Ну, не работать, а как помогать им. Я 18 лет в тюрьме работал. Ни копейки, повторяю, ни копейки нигде я за это не получаю. В пяти университетах вел занятия. Три радиопрограммы. Я ни копейки не получал. У меня пенсия большая. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Да, это серьезная пенсия. Да. И мы не проклинаем этих правителей. Помолимся за них. И что, это дает какие-то плоды? Еще бы. Так, у меня сейчас, сейчас мы выходим. Молитва будет. Так, я должен отходить. Вы меня потом найдете. Одна минута осталась. Я в скайп, скайп, зайдите, Игнатий Лапкин. Скайп, запишите быстро. Игнатий Лапкин. Всего хорошего. Все, я отошел. Простите меня. Все, хорошо. Что вы такие? Ну, больше жить нет еще. Как только напиться и разум потерять. Так сделай операцию. Может, еще подрежут. Все время болтаться будешь. И деньги сэкономишь. Нормально жить-то не хотите? Ну, еще маленький раз. Я с вами разговариваю, как с мужем совершенным. Только зашел, и вы уже начинаете кривляться. Нехорошо это. Положи эту заразу-то. Лишний день проживешь. Не кури. 12 лет жизни теряешь. Потом опомнишься. Будешь харкать туберкулезом-то. Вспомнишь, что я тебе говорил. Да, что ты, что я. Ну, один. Так, я еще раз повторяю. Воскресе снахмолились. Христос воскрес. Вы где находитесь? Я нахожусь в чатрулетке. Уже, наверное, 180 дней. Есть что людям рассказать. А как вам обращаться? Да никак не обращайся. Просто хочешь послушать, послушай. Нет, отойди. Что-то вы все какие-то такие, как обкуренные. Говорить-то не с кем. Нет. Ну, еще язык-то... Я послужил вас. Язык-то не ворочается. Надо в Бога верить-то. Пьяницы старствия Божия не наследуют. Мы пришли в рулетку. Мне что тут делать? 80 лет. Я пришел к вам возвестить радостную весть о Христе. Что Иисус умер за нас. Воскрес. И придет судить этот мир. И пьяницы в огне будут гореть вместе с демонами. Что ты, маленький, что ли, душой своей играешь так? Сейчас материться еще начнешь. Нет. Нет? Ну, смотри. А то я тебе вот карандашом-то по лбу стукну. Такой с рукой. Все вы, мужики, серьезные. Россию всю пропили. Куда это годится? Вот крестик, это хорошо. Так живи так, как распятый на нем жил. Воскресший Господь. Вот. Надо жить для Бога. Вот вы можете на клавиатуре набрать наш канал? Канал называется «Воскресший Библии». Большой, огромный. Я с телефона сижу. Ну, на телефоне можно. Очень хорошо. Нет, я сейчас не могу. У меня тут в телефоне отдельно. Ну, карандаш есть записать. Я вам оставлю след. Меня звать Игнатий Лапкин. Запишите. Секунду, да. Секунду, секунду. И вы по скайпу меня найдете, когда протрезвитесь. Игнатий Лапкин. Я сейчас прям трезвый. Ну, выпиши. Да, пиши, пиши давай. Игнатий Лапкин. Называется «Воскресший Библии». «Воскресший Библии» канал. Писать как? По-русски? По-русски. Только по-русски. Я это английский совсем не признаю. Игнатий. Игнатий Лапкин. Вот. Лапкин. Лапкин. Уменьшительно от слова «лапа». Лапкин. И вы по скайпу зайдете, когда будете нормальны, и скажете, у меня есть вопросы. Я с вами поговорю тогда. Я вам отвечу на ваши вопросы. Нет, я сейчас нормально. Я сейчас хочу с вами поговорить. А сейчас я не разговариваю с такими. Ты как будто бы тебя колотушкой по башке стукнули. Язык не ворочается. Нет, да почему? Да почему? Ты что, я пьяниц не видал, что ли? Они вот такие есть, опухшие, а язык-то не ворочается. А почему? А почему? Я сейчас не сможешь со мной разговаривать? Ну, немножко, чуть-чуть только так. Потому что ты начнешь ругаться, я уже знаю вашего брата. Нет, я ругаться не буду. Ну, давай спрашивай. Я не хочу вас спрашивать. Вы со мной сами поговорите. А о чем? О чем поговорить? Нет, вы сами разговор наведите. Я спрашиваю, зачем вы здесь в рулетке находитесь? Зачем пришли сюда? Да просто так. Да просто так. Да не просто так. За чужими бабами охотятся. Вонь собирают. Нет, нет. Я для общения здесь. Ты меня не обманешь. Я вашего брата... Я не обманываю никого. Я никогда никого не... Я сейчас серьезно... Я в наркологических диспансерах работал с вашим братом. Затюханное. В наркологических диспансерах я проповедовал. Я вашего брата знаю. Вот в чем дело. Моего брата нигде никто не знает. А их там много. Страна погибает. Так, ну все, пока вопросов нет. Запомните, если протрезвишься, и тогда по скайпу зайдешь, меня найдешь. И тогда поговорим. Игнатий Лапкин. Все, дружок, до свидания. Я не буду зря время тратить. Говорит, перед свиньями... Да. ...сами не бросать жемчуг. Продолжение следует... Продолжение следует...